Я очень давно боюсь высоты, но всегда пытаюсь бороться с этим страхом. И одно из желаний — это прыгнуть с парашютом. Я уже несколько лет не решаюсь на это, но вдохновившись примером курсантов, я прохожу вместе с ними обучение на подвесной парашютной системе. Она предназначена для отработки всех действий парашютиста. Как приземлиться на воду или уйти от столкновения в воздухе. На каждую ситуацию — набор чётких действий. После десантирования обязательно нужно осмотреть купол. У меня пока получается не очень гладко. А вот у курсантов действия отточены до автоматизма. Инструктор даёт вводные, ребята реагируют быстро, комментируя свои действия. Полный отказ. А это отработка тактика специальной подготовки. По легенде, разведывательную группу атаковали террористы. У одного из бойцов условное ранение в ногу. Его действие — самопомощь. Действие его товарищей — вытащить раненого с поля боя. Как бы тяжело при этом не было. Всё, всё, всё. Для сотни участников экспедиции памяти Героя Советского Союза генерала Шумилова организаторы приготовили такие испытания, чтобы научить преодолению трудностей и взаимовыручки. В этом и есть главная миссия шумиловских сборов. У нас традиционно в нашем миловке нет соревнований. Мы от них ушли. Дети не должны соревноваться. Любое соревнование предусматривает какой-то интерес соперничества. Мы стараемся, чтобы они всё-таки дружили, общались, знакомились друг с другом. Многие из них потом будут служить вместе в войсках. И должны быть братьями и сёстрами. Даже в отработке рукопашного боя подать руку товарищу — это правило. В мастер-классе участвует и курсант Краснояружского военно-патриотического клуба «Русич» Сергей Шестаков. Стать профессиональным военным и быть гордостью семьи — его заветная мечта. И он уверен, что эти сборы помогут ей осуществиться. Любой мужчина должен уметь работать с оружием, вообще заниматься, уметь драться, постоять за себя. А также я узнаю вообще, я как мужчина, мне надо будет служить в армии. И поэтому я набираю знания, которые буду использовать уже в армии, в службе в армии. И у меня будет фундамент, на котором я могу основываться. Шумиловская экспедиция уже 13-я по счёту. Не могла бы проходить на таком техническом уровне, если бы не поддержка благотворительного фонда «Айсберг». Вы не просто стоите в этом строю. Вы наверняка хотите служить в армии. И большинство, скорее всего, ребят, наверное, будут проходить службу в воздушно-несантных войсках. А это будет огромным подспорьем, когда вы придёте туда служить. Вы будете выделяться на фоне ваших сверстников, потому что вы это знаете и вы это умеете. Впереди курсантов ждёт целая неделя суровых будней. Марш-броски, стрельба из винтовки, метание ножей, преодоление полосы препятствий. И это не соревнования с победителями и проигравшими. Это урок мужества, который наверняка пригодится в жизни. Ирина Подзолкова, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на мире Белогорья.